Так долго близкие люди соседствующих стран в разлуке еще не были. Ситуация с COVID-19 мешалась и тут. Я и сама испытываю некоторые неудобства из-за введенных ограничений. Для меня, как для гражданки России, встреча с мамой, которая сейчас находится в Казахстане, обернулась бюрократической волокитой. В таких же условиях оказался и барнаулец Павел Ножников. Его родные живут в соседнем Казахстане. Вспоминает, до пандемии еще по студенчеству чуть ли не каждые выходные ездил домой. А сейчас встречается с семьей не чаще раза в год. Вы понимаете, у нас все работает. В кинотеатре мы можем ходить, в бассейны ходят люди, на пляжах купаются. На бой съездить к родителям, я не могу спокойно взять, поехать. Действительно, просто взять и поехать стало проблемой. Так что со следующим визитом в республику парень пока не торопится. Слишком много нюансов. Трудности возникали, двое, наверное, трудности. Первое, это как что-то технически чисто добраться до Казахстана. То есть общественный транспорт не ходит, ни поезда, ни автобусы. Приходится ехать или на такси до границы, потом в пешем порядке пересекать границу и опять садиться на такси и добираться уже до пункта назначения в Казахстане. В финансовом плане тоже это проблема, потому что надо платить за такси, платить за ПЦР-тесты. Обязательно с ПЦР-тестами без них не пускают. На данный момент сухопутная граница с Казахстаном закрыта. Поезда и автобусы не возобновили рейсы. Проехать можно только на автомобиле. И лишь официальным лицам, и тем, у кого в республике близкие родственники. Родители и опекуны, супруги, дети, братья и сестры, бабушки и дедушки. На границе нужно предъявить документы, которые подтверждают родство с гражданином Казахстана. В каждой стране, конечно, свои условия для пребывающих. Так, например, в тот же Казахстан проехать пока можно непривитым, но при этом обязательно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Сделать его нужно за 72 часа до отправления. Однако, как выяснилось, вернуться гражданам России домой из-за рубежа совсем непросто. Здесь есть ряд условий. Во-первых, сначала они должны заполнить анкету до того, как они вылетят обратно в Российскую Федерацию. Эту анкету они должны загрузить в личный кабинет на госуслугах. Уже по прилету в течение трех дней они должны сдать один анализ. И до получения результата в течение этих трех дней должны находиться в режиме также изоляции. По получению результатов они также свои результаты необходимы им загрузить туда же, на портал госуслуг. Однако, 7 июля правила немного подредактировали. Если у гражданина завершен курс вакцинации и у него уже есть сертификат о прививке, сдавать ПЦР-тест ему по возвращению не нужно. То же самое и для тех, кто в течение шести последних месяцев переболел коронавирусом. Для подтверждения, что он привит или переболел, ему нужны вот эти документы, подтверждающие сертификат о прививках или сертификат о перенесенном заболевании, также загрузить в свой личный кабинет на портал госуслуг. Для иностранцев другие условия. Так, граждане Таджикистана и стран, входящих в Европейский союз, в том числе Казахстана, тоже должны иметь отрицательный тест на ковид, сделанный в течение 72 часов до прибытия. При этом на телефоне должно быть установлено специальное приложение «Путешествуй без ковид», куда необходимо загрузить результаты исследований. Вот так сегодня не сладко приходится жителям двух соседних государств. Анна Рашигирова, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.